Стихами и прозой поговорим о мужчинах. Поговорим о том, как непросто мужчинам жить. Узнаем, как мужчина может защитить себя и получить удачу во всех делах. Цитатами Амара Хаяма узнаем, каким должен быть мужчина. А Расул Гамзатов нам расскажет о мужском долге. Расул Гамзатов От них 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи. Своим ли он нажил все это трудом. Знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя. Говорить про печаль в них много нельзя. Что нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении. Мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек. Что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек. А многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных. Но им почему-то совсем не везло. Влюбляются в глупых, коварных и скверных. А все потому, что таких большинство. Поэтому им неохота жениться. Пусть дело уже и идет к тридцати. Телами успели они насладиться. Но что-то за гранью. Никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. А умным еще и труднее сто крат. И мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом пристаром мужчине. Ему девяносто, а он не женат. Нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел идеал. Но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста. Чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта. О мужчинах судят не по чину. Не по деньгам, что приносят в дом. Не по росту судят о мужчине. Судят не по возрасту о нем. Судят не по ловкости и силе. Не по славе, что порой пуста. И не потому, что он красивый. Внешне увянет красота. Судят вовсе не по той причине, что кругом пример с него берут. А по отношению мужчины к женщине. И это главный суд. Хочу поговорить о мужских талисманах, которые приносят своему обладателю не только удачу во всех делах, но и защищают его от врагов, завистников, злых чар и сглаза. С такими талисманами мужчина чувствует себя уверенным, сильным и успешным. А судьба представляет ему новые возможности. Всевидящее око. Лучезарная дельта. Широко известный древний масонский символ. Изображение глаза в центре пирамиды олицетворяет вечное сияние и присутствие чистого высшего разума. Этот символ успеха, власти, мудрости и высокого положения в обществе. Символ троицы – триединство в христианстве. Талисман оберегает своего владельца от зла, преград и разочарований. Подобный талисман защитит своего хозяина от козни врагов, противников и конкуренции в любом деле. С ним мужчина будет в полной безопасности и сможет смело приступать к любым начинаниям. Око-гора – символ мудрости, спокойствия, рассудительности и основательности. Талисман развивает интуицию, дарует прозрение и открывает глаза на суть многих ситуаций и намерений людей. Клык волка – природный, исконно-мужской талисман, приносящий удачу в виде достижения поставленных целей, побед, защиты от сглаза и порчи, увеличивающие привлекательность, уверенность в себе и влияние в обществе. Молот Тора – символ власти, мужественности и ответственности. С его помощью можно добиться всеобщего уважения и высокого положения и избавиться от врагов и фальшивых людей в своем окружении. Но учтите, этот талисман поможет только бескорыстному и благочестивому мужчине. Коль ты гордыню сам стреножишь, ты мужчина. Коль над собой власть устрожишь, ты мужчина. Уж это ли мужество упавшего пинать? Коль стать упавшему поможешь, ты мужчина. Кто всячески себе наводит красоту, мечтая всем в глаза бросаться за версток, тому и невдомек, в чем красота мужская. А ну-ка, как я его за женщину сочту. Муж ученый, который мудрее мулы, но бахвалый обманщик достоин хулы. Муж, чье слово прочнее гранитной скалы, выше мудрого, выше любой похвалы. Мужчина только тот, кто пензи черных дней, сдирает ржавчину и грязь с души своей. На то и мужество. Чем чище, тем трудней, светлее белизна, заметней пыль на ней. Не мужчина, кто холит свой облик привык, кто стремится понравиться каждый свой миг. Будь же мужественен всюду, украсть свою душу, ибо женщина – муж. Украшающий ли? О, сердце, не спеши. Умерь свои мечты, испей вина, избавь себя от суеты, из одиночества создай себе свободу, тогда воистину мужчиной станешь ты. Признаешь превосходство других? Значит, муж. Коль хозяин в поступках своих? Значит, муж. Чести нет в унижении того, кто повержен, добр к упавшим, несчастье их? Значит, муж. Сдружившийся с вином всегда мужчиной будь, для собственных страстей всегда плотиной будь, с учебником любви весь век не расставайся, перед возлюбленной с главой повинной будь. Только суть, как достойно мужчин, говори, лишь отсутствие слов, господин, говори, уха два, а язык там один не случайно, дважды слушай, и раз лишь один говори. Тот мужчина, кто честь не способен терять, а ради чести готов он и жизнь проиграть. Кто достоин в деяниях названия мужа, чем сильней, тем способнее смирение принять. Тот не муж, коль народ презирает его, добряком снисходя называет его. Вот мошенник умышленно кажется добрым, а хмельной в дурака превращает его. Ты муж, коль властвовать в силах собою, других не коришь слепотой, глухотою. Кто падшего топчет, тот мужество чужд, поднявшего имени мужу достою. И идущий ты слаб передряги не будь, будь спокоен, подобным бродяге не будь. Свою душу смотришь, прозорливый мужчина, да не зритель, в пути без отваги не будь. Чтобы рвануться в схватку, у мужчины есть только две достойные причины. И первая – родной страны защита, граница, чья пред недругом закрыта. Вторая – долг, что предками завещан. Мужчинам всем повелевает он, собой рискуя защищайте женщин, как на дуэлях пушкинских времен. Чтобы песню спеть, от века у мужчины есть только две достойные причины. И первая – любовь к земле родимой, которая вошла на вплоть и в кровь и сделалась звездой неугасимой. Вторая – это к женщине любовь. Какое красивое слово мужчина. Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына. Мы любим вас разных, и слабых, и сильных, и в чем-то виновных, и в чем-то невинных. Вы часто как дети, и часто повесы. Вы просто другие, и тем интересны. Пытаться менять вас бессмысленно, глупо, принять вас любыми, для женщин – наука. Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, без вашей любви в женском сердце так пусто. Мужчины – защитники наши и слава. Простите за то, что бываем неправы. За вашу любовь, за терпение, за силу. Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым. Пусть меньше для грусти бывают причины. Какое красивое слово мужчина. В следующих видеороликах, стихами и прозой, мы будем продолжать разговор о наших чувствах, о жизни, счастье и добре. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова